привет друзья с вами как всегда алексей и сегодня мы с вами сделаем сервис нашему котлу чего начнем первых друзья мы его выключаем здесь выдергиваем его из розетки выдергиваем розетки затем перекрываем наш газ газ мы перекрыли все снимаем колпак снимаем эту планку сейчас открываем защитный кожух что мы хотим сделать нам нужно почистить сам бреннер чтобы его почистить нам нужно вот этот механизм весь отцепить отключить тогда мы сможем это все достать вверх чтобы его отцепить нам нужно здесь открутить газовую трубу затем отключить стикера и здесь у нас получается механизм мы его повернем и сможем к верху достать так отключаем все штекера один стекер 2 здесь у нас 3 3 штекера здесь с этой стороны и один штекер нужно отсюда отцепить вот он идет вниз вот он находится здесь здесь мы нажимаем аккуратно и достаем все все у нас отключено сейчас друзья откручиваем газовую трубу так берем ключ у меня на 32 и откручиваем его газ сюда нам нужно в дальнейшем поставить новую резинку новую прокладку здесь друзья у нас еще один кабель еще один небольшой кабелек подцепили снимаем вот эту трубку еще и достаем наш гринер как он друзья выглядит сейчас все это почистим вот такая красота какая грязь так видите здесь прокладка порвалась поэтому всегда нужно чтобы когда меняешь заказывать новую вот эту прокладку и прокладки под газ вот я заказал такая прокладка с таким номером стоило где-то 20 евро и 25 и заказал 5 прокладок под газ можно одну заказать тоже где-то они по 5 евро ну и вот таким макаром чистим а потом будем выпылесосивать что нападает вниз снизу здесь у нас находится крышка нам ее тоже нужно достать вокруг нее чистим и вот за эту блестящую серединку нужно ее вытащить вверху так друзья не могу я крышку достать поэтому буду разбирать здесь спереди вот эту крышку 4 зажима убираем вот здесь столько грязи как выглядит все чистим и мы будем и попробуем крышку достать кверху вот эту которая там внизу сейчас все здесь почистим пропылесосим обязательно надо ее достать чуть чищу и у меня второй виток держит мой стакан прочищаю вокруг снизу сверху короче везде он начал чуть-чуть шевелиться этот стакан но еще надо короче все равно его достать достанем чтоб хорошо было удобно почистить видите здесь расстояние есть а здесь они как приварились можно сказать приклеились поэтому я рейхерс чтобы они начинали двигаться друзья доль гали коротко короче два часа и вот я этот стакан вот такая красота фу 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 как он закоксовался хотя по идее мне два года назад чистили но не знаю доставали его нет я думаю нет не контролировал все сейчас чистим все щеткой железной по идее этот вермата уши ну и галку ну и галку он уже такой стоит где-то 250 евро потому что нижней вообще все забит сейчас кое-что еще почищу и начнем опять собирать назад больше никак так я немного его шлифанул сейчас надеюсь его обратно поставим не так сложно будет он опускается и он там такая пупышка на нее как бы становится а здесь у него отверстие в которые сыпется пепел вниз а потом пепел сюда идет здесь конденсат спускается и вода и потом наш отстойник и его отсасывает насос в канонизацию так ладно собираем что делать купим новый ну то что почистил сейчас смотрите как он вообще легко и просто стоит сейчас на месте потому что вокруг него тоже должно все это нагреваться и работать так прокладка у нас еще более-менее нормально у нас и новый нет поэтому закрываем и потом наблюдаем если будет здесь подкапывать значит нам надо будет прокладку поменять проблема в чем прокладку меняешь на туда и верхнюю менять новую ну хотя если она будет свежая она думаю не лопнет закапает на купки новую сразу поставлю проблема в чем то что менять менять думаю не трудно проблема в том что надо воду спускать чтобы здесь пусто было так закрыли сейчас ставим верхнюю часть кладем прокладку как она была вот старая вот так она была и внизу снизу камп старая сухая присухая замечательно подошло так друзья сразу ставим новую прокладку для газа такой номер обычная резина ну такая как бы кричи сейчас мы старую цене вот сары явно на дно иди какая фигня года берут свое эту вещь я немного шлифанул чтобы она лучше заходила аккуратно заводим и Продолжение следует... 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 по-русски называется, мы его с вами поменяем. Он стоит где-то 220-230 евро с различными прокладками. Котлу 15 лет, ни разу ничего не меняли, поэтому надо лучше сделать и будет КПД лучше котла и все в этом роде. Кому, друзья, помогло, понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и чтоб у вас дома всегда было тепло и ничего не ломалось. Все, пока! Так, друзья, послесловие. После того, как я все отремонтировал, ко мне пришел человек и все проверил, что я правильно сделал, что ничего, никаких утечки газа нету, все отлично. Так что, имейте ввиду, все под контролем и вы будете осторожны. Пока!